Доброе утро, страна! Замечательные гости появились в нашей студии. Наверняка вы видели по всему городу везде огромные билборды, растяжки. Написано «Белый квадрат». Я думаю, что есть люди, которые живут этим слоганом, а есть люди, которые готовы узнать прямо сейчас, что же это за «Белый квадрат». Узнаем мы непосредственно все из первых уст. Итак, сегодня к нам в гости пришли авторы концепции фестиваля этого года Дмитрий Аполельнис и консультант Управления защиты прав потребителей контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь, Инна Гаврильчик. Доброе утро! Доброе утро! Ну, у нас первый вопрос. Ведущих уже нашли на фестивале? Шучу! Наверное, да! Все, в гости проснулись. Все, слава богу. Расскажите, пожалуйста, фестиваль уже не первый год проходит. Собираются все самые креативные вообще, наверное, не только белорусские создатели реклам. Что в этом году? Что нового? Может быть, какие-то старые добрые традиции поддержите? Ну, фестиваль в восьмой раз проходит. Фестиваль международный в этом году. Огромное количество гостей из-за границы приедет, из Англии, из Западной Европы. Я уже не говорю про Россию, Украину. Но, собственно говоря, что нового? Конечно, будет очень много того, что уже было. Огромное количество мастер-классов полезного, интересного, лучших работ, которые только делаются в этой индустрии. Но, наверное, еще интересно то, что в этом году в фестивале совершенно новая философия. Level Up. Это значит, поднимайся на уровень выше. К этому мы призываем всех участников, для того, чтобы в рамках обучения, которое там будет, поднимайтесь на уровень выше, принося свои работы, участвуй, достигайте новых высот. Спасибо. А как обстоят дела с конкуренцией? Например, вот подобные фестивали проводятся за границей. Ну, явно же проводятся. Конечно, конечно. То есть вы как-то сообща работаете, посещаете другие ли фестивали? Ну, скажем... Либо Белый квадрат – это наш фестиваль, и на другие мы не поедем. Нет, Белый квадрат – это очень значимый фестиваль на европейском рынке, в особенности на рынке СНГ. И, конечно же, подобные фестивали есть во многих странах. И, ну, отрадно, что вот последние годы, ну, в частности, наверное, все 8 лет фестиваль работает на достаточно высоком уровне, планка задана. Но ограничиваться только Белым квадратом – это неверно, потому что если ты хочешь быть впереди, если ты хочешь идти впереди рынка, быть законодателем в этой профессии, то нужно вращать головой вокруг и посещать не только белорусские, но и европейские мировые фестивали. А еще, мне кажется, вот очень правильно делать – нужно дружить с Министерством торговли. Так вот, Инна, вопрос к вам. Как взаимодействует фестиваль и как взаимодействует министерство? Наверняка помогаете друг другу, наверняка поддерживаете информационно, да и, впрочем, по-всякому. Да, Министерство торговли является, можно сказать, информационным партнером, который поддерживает фестиваль уже не первый год. И всегда на фестивалях мы проводим мастер-классы, которые касаются законодательства и рекламы. В этом году тоже будет такой, ну, скажем, мастер-класс, мы его назвали «Открытый диалог», чтобы в этом диалоге рекламный рынок мог задать свои вопросы, возможно, какие-то проблемы разрешить. А мы поможем это сделать. С точки зрения законодательства расскажем, как должно быть и как рекламу создавать, чтобы она не нарушала законодательство. И чтобы ее спокойно можно было предлагать всем телеканалам, всем платформам. Мы не можем упустить такой случай, когда собирается столько рекламистов, столько креативных людей. Конечно, нам хочется донести информацию о том, какие требования в законе есть, чтобы реклама никого не обижала и никого не раздражала. Ну, а может быть, такой вопрос больше потребителя, или как зрителя, скорее даже. Какая реклама все-таки больше с популярностью? Социально она интересна для белорусского рынка или, скажем, в принципе, для работ вашего фестиваля? Как встать дела социальной рекламы? Социальная реклама не то, чтобы она интересна и не интересна. Это очень важный аспект, потому что с помощью социальной рекламы доносятся те вещи, которые нужно доносить. Есть огромное количество тех проблем, которые нужно освещать, о которых людям нужно рассказывать. Социальная реклама, конечно же, помогает это сделать. И фестиваль на фестивале специальный конкурс социальной рекламы, на который принимаются работы именно в этой сфере. Причем там есть определенные преференции для белорусских участников, это можно сделать абсолютно бесплатно. В то время как для иностранных гостей и иностранных участников это стоит денег. И, собственно говоря, социальная реклама – это то, что, ну, знаете, коммерческая – это хорошо, она позволяет помогать. А социальная помогает, помогает людям, ну, как бы решать какие-то важные аспекты. Инна, вот эта вот диалоговая платформа, да, о которой вы уже, в общем-то, сегодня затронули речь, она касается и социальной рекламы, и любой рекламы, либо же… Вы знаете, как правило, на рынке возникает много вопросов по коммерческой рекламе, поэтому вот эта платформа «Открытый диалог», она будет посвящена коммерческой рекламе и законодательству. А отдельно Министерством торговли заявлен конкурс на социальную рекламу среди молодых креаторов по теме «Здоровое питание». Вот, будем пытаться популяризировать это и здоровый образ жизни, да. Вот, и плюс еще на фестивале состоится секция социальной рекламы, где мы будем обсуждать с рекламодателями. Рекламодателями социальной рекламы у нас являются государственные органы. Будем работать вот над этим вопросом. И вы знаете, в последнее время хочется очень верить, и я это вижу, у нас работает межведомственный совет по рекламе, который оценивает качество социальной рекламы. Ее уровень растет. Может быть, не так быстро, но, тем не менее, уже очень хорошие, качественные подвижки есть. Есть очень красивые социальные ролики, произведенные белорусскими рекламными агентствами, которые просто с удовольствием смотрим, и не один раз. И не только вы смотрите, мы как зрители смотрим и тоже получаем удовольствие. Спасибо вам огромное. Спасибо. О Международном фестивале рекламы и маркетинга «Белый квадрат» нам рассказали гости в студии Инна Гаврильчик и Дмитрий Аполенис.